Шариковые ручки в обиходе появились не так давно, а до этого, еще даже 50 лет назад, было принято писать перьевыми ручками, и чуть раньше для письма использовали птичьи, чаще всего гусиные перья, которые обмакивали в чернила. Уже начиная с XVII века в Европе стали очень популярны крупные чернильные приборы, которые занимали центральное место на письменном столе. Чем более состоятельным был человек, тем более затейливыми были письменные приборы, которые стояли у него на столе. В зависимости от эпохи и страны, чернильницы имели разные размеры и формы, изготавливали их из многообразных материалов. Это мог быть и металл, и камень, и фарфор, и какие-то другие материалы. И, конечно же, для богатых домов мастера создавали экземпляры из драгоценных металлов, которые могли инкрустировать и камнями, и росписью, и эмалью. Фарфоровые чернильные приборы были не менее ценны, и их тоже очень любили покупать состоятельные граждане. Написание писем – это было одним из самых важных средств общения среди людей прошлых веков. Письма были единственным средством коммуникации как между частными лицами, так и между организациями. И где бы ни находился человек, он всегда старался написать письмо, чтобы связаться с близкими людьми. Человек 19-го, 17-го, 17-го века мог доверять бумаге все ситуации, которые с ним произошли, описать все, что он чувствует. И не стеснялся этих проявлений. Это был такого рода дружеский разговор со своими близкими. Обычно в комплект письменных принадлежностей входили чернильница, перья, песочница, бумага, карандаши, перочинный ножик для вскрытия писем. Туда входили подсвечники, могли стоять какие-то рядом декоративные вазочки. Обязательно присутствовал лоток, в котором размещались письменные приборы. Например, сюда можно было положить карандаши или перья, или тот же самый нож для вскрытия писем. Как раз в этом приборе вы сейчас видите песочницу. Это такая коробочка или шкатулочка с многочисленными мелкими отверстиями, которые были заполнены мельчайшим прикипяченным песком для высушивания чернил. Чтобы чернила не растекались, нужно было перевернуть чернильницу и посыпать написанное песком из чернильницы. Ну а потом, конечно же, песок нужно было сдуть. И как раз сегодня я хотела вам показать великолепный настольный фарфоровый чернильный набор, который был изготовлен на мануфактуре Мейсон во второй половине XIX века. Как мы видим, в этот набор входит лоток, чернильница, шкатулка, вазочка, подсвечник и песочница. Есть вероятность, что какие-то элементы этого письменного прибора утеряны. Но, тем не менее, то, что сохранилось, не может не поражать своей красотой. Здесь мы видим тончайший орнамент с золотом по кобальту, написанный вручную. Здесь, обратите внимание, мы видим знаменитые мейсонские букеты с садовыми букашками, которые были характерны для этой мануфактуры как в XVII, так и в других веках. Вглядываться в детали и восторгаться этой живописью можно бесконечно. Все предметы из одного набора с одинаковыми клеймами. Согласитесь, такой набор выглядит очень эффектно.